и мы сегодня с вами поговорим о том как избавиться от боли в спине шее в пояснице и начать снова жить без ограничений выполняя простые упражнения всего по 10-15 минут в день без обезболивающих уколов мазей вам не надо будет травить свой организм аптечной химией без постоянных походов к массажистам остеопатам которые помогают к сожалению лишь на короткий период времени а потом курс процедур нужно все равно повторять снова и снова вам не надо тратить свое время и день сегодня во время вебинара у вас будет возможность убедиться в том что это возможно что вы собственно сегодня узнаете от нас на вебинаре вы узнаете истинную причину возникновения боли позвоночники почему таблетки мази уколы не помогают избавиться от проблемы со спиной навсегда как выполняя рекомендации медицины стандартов вы делаете только хуже себе почему нельзя игнорировать боли в позвоночнике каким страшным последствием это может привести и конечно расскажем как эти последствия можно избежать сделаем упражнение для восстановления позвоночника и снятия боли в спине шеи и поясницы и вы почувствуете себя гораздо лучше расскажем о нашей методике которая позволяет избавиться от боли с помощью рефлекторной гимнастики и воздействие на биологически активных точек и эта технология выполняется всего ничего всего 10-15 минут в день занимает времени статистика говорит что болями в спине позвоночнике страдает 87 процентов людей после 40 лет но сегодняшние данные буквально сегодняшние данные всемирной организации здравоохранения говорят о том что пандемия ковида открыла новую страницу в дорсопоте боли в спине и возраст страданий спины резко помолодел вот почему мы сегодня здесь и с вами и вот смотрите сколько вопросов решает сегодняшний комплекс упражнений по факту это не один а целых три комплекса упражнений мы с вами сегодня выполним и вот какие предусмотренные ощущения нас ожидают но на самом деле результатов будет гораздо больше и вы сами будете нам они сегодня писать мы будем фактически оказывать помощь различным отделом позвоночника а именно шейному грудному пояснично-крестцовому после двух дней занятий вместе с нами вот такие результаты или на николаевна почувствовала почувствовала значительное улучшение сама вдруг встала и не осознавая что она у нее все болело дошла до туалета сама себе удивилась как это произошло нормализовалась работа кишечника улучшился сон прошла более и уже через неделю вышла на работу елена николаевна все конечно на работе удивились как это вообще такое возможно и плюс ко всему появилось очень много энергии вообще жить захотелось и вот эти страшные мысли они просто тихонечко покинули елена николаевна или например синин игорь петрович его результаты после прохождения курса перестал хромать восстановил нервные связи после операции на пояснично-крестцовом отделе позвоночника причем восстановил нервные связи до ста процентов выполненные операции ему ничем практически не помогли и в общем такие хирурги и в неврологи разводили руками но мы уже ничего сделать не можем и человек вынужден был хромать ну до скончания своей жизни фактически помимо этого игорь петрович помог профессорской преподавательскому составу и студентам гродненского государственного университета снизить заболеваемость орз и орвик к вид 19 тогда еще бушевала 8 раз ходил по аудиториям и демонстрировал упражнения нашей рефлекторной гимнастики вот такой гражданский подвиг человек совершил представляете как говорит более двух тысяч человек участвовали ежедневно выполняли такие упражнения и в целом то есть кто занимался вот такой рефлекторной гимнастикой в грудненском государственном университете 8 раз заболеваемость у этих людей было ниже чем у тех кто этого не делал как все-таки лечит медицина стандартов ну вот вы обращайтесь поликлинику как правило терапевт осматривает потом направляет неврологу невролог осматривает например назначает вам обследование мрт или коты чтобы определиться в каком состоянии находится позвоночник ну стандартный обычный путь обычная ситуация ну конечно и при необходимости другие назначения исследования также вам рекомендуется выполнить после вот того как вы прошли еще много-много кабинетов собрали все эти бумажки а спина то пока болит несколько дней вы походили пособирали это все дело вот и хорошо если там все как бы достоверно без никаких ошибок выполнены все исследования и такое встречается всякое бывает вот но и после получения таких результатов невролог назначает обезболивающие препараты противовоспалительные нестероидные виде таблеток виде мази или в виде уколов вот напишите пожалуйста да или нет вот кто уже по такому пути ходил и не один раз и вот каждый раз вот приходится вот это все повторять и сколько домов вашей ленинской библиотеки у вас связи с этим уже собралось да ну вот к сожалению этими препаратами мы только купируем болевые ощущения а не изменяем ход болезни прерывается нервный сигнал а изменение патологически которые привели к развитию этого болевого синдрома продолжают в организме развиваться и набирать обороты с помощью рефлекторной гимнастики воздействия на биологически активные точки мы восстанавливаем нервные связи это связи по которым мозг передает команды каждому участку нашего организма каждая его клеточек когда эти нервные связи неисправны формируются зонах затрудненного обмена и организм не может восстанавливаться сам и болезнь продолжает развиваться следующее упражнение без кислородной гимнастики называется нижняя опора выполняется на уровне пупка так что нам нужно с вами сделать для и нужно вот таким вот образом соединить пальцы посмотреть на световой просвет чтобы там не было чтобы было плотно плотно вывести на уровне вашего пупочного кольца на расстоянии 10-15 сантиметров от пупка до максимально постараться прижать локти к ребрам это очень важная деталь по что это одно из немногих упражнений у которого очень много модификаций лука глубоко вдохнуть резко выдохнуть и не дыша в течение пяти секунд попытаться разорвать ладони вдохнули не отрывая локти от ребер ну прям вся спина прорабатывается прям чувствуется обязательно восстанавливайте дыхание о сразу как нос заработал прям ходы раскрылись я не знаю процентов на 25-30 дополнительного какого-то товарищ жена учите материальную часть хорошо и так следующее воздействие называется спинная лестница первая ее ступень выполняется по 30 секунд с каждой стороны справа и слева как определяются точки воздействия точки воздействия определяется очень просто вот таким вот образом вы находите у себя границу запястья тыла самую нижнюю складочку которую здесь у себя обнаруживаете прикладываете посередине к ней посередине основания указательного пальца вниз на родились на поднимите пажда ну вот так вот 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 основательного пальца смысле основание указательного пальца и вот в этом месте вот в этом месте у вас будет находиться первая точка лестницы позвоночника или спиной лестница первая ступень первая ступень до начала на правой руке начали на правой руке до 30 секунд потом переходим на левую мог еще раз до самой нижней границы складки откладываем снова не основанию до указать до все поехали поехали по часовой стрелке по отношению на правой руке вам кажется что это у меня рука не правая у меня на самом деле это правая рука и может просто камера переворачивать изображение воздействуйте на правой руке и по часовой стрелке течение 30 секунд массажными движениями вот такими круговыми по часовой стрелке и так мы закончили переходим на переходим на левую руку вот пожалуйста не обязательно руку держать на весу но вы можете и расположить так лучше лучше положите и конечно вот я просто демонстрирую чтобы было видно и понятно как это происходит все завершили воздействие и воздействие номер 35 кто готов пожалуйста ставьте в час цифру 35 выкручивание палки только мы это выполняем на уровне пупка 10-15 сантиметров от пупка да только руки как мы с вами виктор владелевич узких вот узкий хват вот такой у нас узкий хват по опускаем палку на уровень пупка но расстояние вторую камеру сделайте пожалуйста нам на расстоянии ну все равно на расстоянии 10-15 сантиметров локти у нас прижаты к телу до локти прижаты к телу преемственность преемственность даже признание в любви да вот на эту камеру вдохнули выдохнули и выкрутили палку и в течение пяти секунд на задержке дыхание выкручиваем белье локти прижаты хорошо вот видите сколько мы с вами сидим занимаемся а сил ну не знаю представляете какой будет пакет платиновый какой платиновый будет он вообще сумасшедший пакет просто сумасшедший и так мы с вами выполнили упражнение из всех трех пакетов примерно вот такого плана упражнения будут то есть к их будет больше мы сегодня из первого пакета выполняли три упражнения а их будет 5 и вы нужно будет выполнять дважды в день и каждый день у вас будет новое упражнение и при всем при этом каждый раз один из позвонков и сегментовых и межпозвонковых дисков будет дублироваться аналогов в мире нету нету такого комплекса по восстановлению программ нету поэтому пользуйтесь случаем в комментарии пожалуйста указывайте было боль наименование боли цифра которая была цифра которая стала запятая если была еще боль при движении тоже также оценивайте и как изменилось эмоциональное состояние буква э и оценка до и после боль в пояснице при движении было 7 стала цифра 2 ну вы представляете на целых пять пунктов была не не боль которая не давала покоя человек исчезли боли в коленях мы с вами вот выполнили бы небольшое количество упражнений при движении была боль на цифру 6 стала цифра 3 эмоции с пятерку с пятерки улучшились до семерки людмила была боль в колене в покое 7 стала 0 дебора пишет была четверка боли в левой лопатке сбоку и нужно поднять плечо помассировать его растянуть щелкающий звук такой был теперь цифра 1 эмоции были 9 сейчас цифра 10 а теперь со мной повторить это движение только слева насколько видно не просто вот посмотрите вот да что работает что у нас включилась у нас включилась у нас включился час на молочной железе у нас включился час на молочной железе это у нас значит есть проблемы с клапаном метральным формируется это у нас формируется проблема с левой почкой это у нас формируется проблема с левым придатком поэтому на эти вещи надо внимательно обратить внимание кто готов жить без боли спине шеи поясницы напишите я в чат кто хочет жить полноценной жизни без ограничения играть с детьми и внуками и заниматься любимыми делами пишите я а